На районе украшения Мэйч-17 не было комплекса в БУК. СМИ сообщили об этом со ссылкой на документ службы военной разведки Нидерландов. Таким образом, самолет перед попаданием в него ракеты находился вне зоны досягаемости всех украинских российских БУКов. В Кремле считают новые данные свидетельством правоты России. Так БУК это был или не БУК? Военная разведка Нидерландов не обнаружила в зоне поражения малазийского Боинга ни одной системы ЗРК БУК. Некоторые документы совместной следственной группы опубликовал голландский журналист Макс Вандерверф. Публикация была размещена на портале Bananza Media. Эта платформа для независимых журналистов ее основал сам Вандерверф вместе с российской журналисткой Яной Ярлашовой. Среди обнародованных документов есть письмо 21 сентября 2016 года. Отдел по юридическим вопросам службы военной разведки Нидерландов запрашивает генпрокуратуру. Могли ли комплексы БУК быть причастны к крушению MH17? В ответе говорится, что все комплексы БУК находились не менее чем в 66 километрах от места крушения, а значит не могли сбить Боинг. Главный итог расследования нидерландских спецслужб, ни российские комплексы БУК, ни системы ПВО или Фаворит не достали бы до самолета. Все они были дислоцированы очень далеко. В своей статье Вандерверов задается вопросом, проводилось ли расследование по MH17 должным образом. Видимо, не проводилось, говорит военный эксперт Роман Сопаньков. Надо обратить в первую очередь внимание, на что они сделали вывод, что БУКов и прочих радиокрационных систем и систем ПВО там не было. Соответственно, если это есть данные со спутников, ну или там, предположим, каких-то самолетов радиоразведки, если там были, то имеются ли засветки исключения тем ПВО, ну или, в частности, это инфокрасные подсветки, как это было сделано в случае с иранским Боингом. Если речь идет о том, что, допустим, располагали информацию о базировании полков ПВО, к примеру, или о перебазировании систем ПВО, то это, конечно, некорректно, потому что, ну, говоря из 10 комплексов по 9 отчитались, а по одному нет. К тому же, если предположить все, что права, как украинская сторона, о том, что именно сбили ополченцев, то это вообще нерелевантно становится, потому что, ну, кто из стороны ополчений будет отчитываться от передвижения? У нас имеется катастрофа, в которой очень много неизвестных, и вокруг которой начинает обрастать сразу конспирологическим немедлительным версиям. Российская сторона в этой ситуации пошла на, по сути дела, следственный эксперимент на макете, обстреляв федераж, все-таки, образом, это какие-никакие доказательства невинности российской стороны. Для неименем других доказательств я лично придерживаюсь мнения, что, первое, что это был БУК, и, второе, я больше склоняюсь к тому, что это был, конечно, БУК не получения, ну, и что БУК это был украинский, в таком мнении. Роман Сапаинков, аэнэксперт. Малазийский Боинг-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпор, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту было 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что у них нет средств, которые могли бы сбить самолет на такой высоте. Согласно докладу Международной следственной группы, лайнер поразил именно ЗРК БУК, который якобы доставили из России, а потом вернули обратно. Результаты работы разведки Нидерландов попросили прокомментировать пресс-секретаря, президента Дмитрия Пискова. Это лишний раз свидетельствует, собственно, о том, что по-прежнему огромное количество вопросов. Вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась. Вы знаете, что Россия, к сожалению, Россия была отказана в праве стать участницей Международной следственной группы. Поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным заключениям. А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны. Почему Россия требует включения себя в эту следственную группу? Ведь происшествие произошло не на территории России, это не российский самолет. Россия настаивает, потому что, вы знаете, что в ходе следственных действий сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала. Россия начала активно упоминаться в этом контексте, с чем мы категорически не согласны. Дмитрий Песков. Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта в Гааге. Их четверо. Россияне Игорь Гиркин, Стрелков Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.